МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ. В студии Жан Кадеба. Здравствуйте. Интересы Белой Руси на Белом континенте. Белорусская полярная экспедиция возвращается сегодня в Минск. Ученые полгода работали на месте строительства Белорусской антарктической станции недалеко от горы Вечерняя. Исследования шли по нескольким направлениям. Участники экспедиции испытывали новую белорусскую технику по дистанционному зондированию природной среды, изучению ресурсов Антарктиды и климата. Также экспедиция подготовила площадку для первых модулей Белорусской антарктической станции. Завтра в Президиуме Национальной Академии наук состоится торжественная встреча полярников. Национальный банк Беларуси презентует сегодня книгу по финансовой грамотности. Она позволит получить представление о принципах работы различных инструментов финансового рынка. Кроме того, читатели смогут уяснить разницу между такими понятиями, как депозит и кредит, облигация и акция, залог имущества и ипотека, инструменты пенсионного накопления. Напомню, в Беларуси сейчас реализуется целый комплекс мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения. Соответствующая государственная программа рассчитана до 2018 года. К событиям за рубежом. Растет число жертв мощного оползня, сошедшего в понедельник на северо-западе Колумбии. Спасатели извлекли из-под завалов тела 70 человек. Еще несколько десятков жителей региона пострадали. Местные больницы не справляются с наплывом раненых. Спасательная операция шла всю ночь. Продолжается она и сейчас. Под грязевыми потоками и обломками домов еще могут находиться люди. Их разыскивают спасательные отряды со специально обученными собаками, а также тяжелой техникой вертолеты. В стране уже создан специальный штаб помощи пострадавшим от стихийного бедствия. У Бермудских островов сел на мель круизный лайнер. На его борту находится почти 4000 человек. Это пассажиры и члены экипажа. К счастью, никто из них не пострадал. Почти сразу после выхода в океан судно столкнулось с коралловым рифом. И все двигатели заглохли. К месту аварии прибыли буксиры, которые попытались снять лайнер с мели. Однако сделать этого им не удалось. Решил проблему прилив. В итоге судно вышло на глубокую воду. Теперь оно стоит на якоре. Специалисты проверяют состояние днища. Крупное ЧП в Китае. В западной провинции Гуйджоя обрушилось многоэтажное здание. Пока данных о погибших и пострадавших нет. Однако под обломками точно находятся люди. Дом был жилым. Сейчас на месте ЧП работают медики, спасатели и полиция. Началась поисковая операция, которую привлекли тяжелую технику. Что стало причиной инцидента, пока неизвестно. По одной из версий, в здании мог погреметь взрыв. Германия на грани транспортного коллапса. В стране началась крупнейшая за последнее время забастовка машинистов пассажирских поездов. Это станет настоящей проблемой для жителей страны, так как грядут большие выходные дни. Обычно в это время транспортная система, в частности железнодорожный транспорт, особенно пригружены. Остановка работы поездов существенно скажется не только на планах немцев, но и на финансовом положении ЖД концерна. По предварительным подсчетам, из-за стачки компания потеряет сотни миллионов евро. А накануне бастовать начали и работники грузового транспорта железной дороги. Как долго продлится акция протеста, пока неизвестно. Работники отрасли недовольны условиями труда и уровнем заработной платы. Они требуют ее повышения на 5%. Появился шанс узнать, как на самом деле выглядел Шекспир. Британский ученый Марк Гриффитс утверждает, что ему удалось найти прижизненный портрет поэта. Он обнаружил гравюру в одной из книг в Ботанике, написанную в 16 веке. На ней изображены четыре человека, среди которых может быть и Уильям Шекспир. Ученый определил его по цветку рябчика и початку кукурузы в руках, которые являются отсылками к знаменитым поэмам «Венера и Адонис» и «Тит Андроник». Если удастся доказать, что на рисунке действительно великий поэт, это станет настоящим прорывом. Ведь до нас дошли лишь два его портрета, но они были сделаны уже после смерти поэта. Екатерина Моисеенок, телекомпания СТВ. Полная ясность. Правительство утвердило положение о порядке посещения иностранцами Беловежской пущи. Находиться в национальном парке можно до трех суток, имея загранпаспорт либо дублирующий его документ. Также предварительно необходимо заполнить разрешительную форму. Документ, дающий иностранцу право на посещение пущей, размещается на сайте национального парка. Передвижение гостей по территории без визы возможно по установленным туристическим маршрутам. Попасть в Беловежскую часть нацпарка можно через пункт пропуска Беловежа. На дорогах Беларуси вводятся временные ограничения движения большегрузных автомобилей. Они будут действовать до конца лета. В этот период днем при температуре воздуха выше 25 градусов тяжеловесы с нагрузкой на ось более 6 тонн не смогут передвигаться по автомагистралям с асфальтобетонным покрытием. Дорога для них будет открыта лишь ночью. Временные неудобства не коснутся перевозок пассажиров, скоропорцающихся грузов, а также поездок, связанных с предотвращением или ликвидацией чрезвычайных ситуаций. И последнее. Беларусь не вошла в финал Евровидения 2015. Это стало известно ближе к полуночи. Накануне за победу на сцене концертного зала Вене боролись 16 стран. И только 10 из них вышли в финал юбилейного 60-го по счету международного песенного конкурса. Выдержав сложнейшую конкуренцию белорусскому дуэту Юзари и Маймуна, исполнившему композицию «Тайм», а «Времени» как главной ценности 21 века, не удалось набрать нужного количества голосов. Таким образом, наши исполнители завершили свое участие в конкурсе. Напомню, всего по результатам двух полуфиналов будут отобраны 20 лучших исполнителей. Вместе с артистами стран Большой Пятерки, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Испании и победительницы прошлого конкурса Австрии, они выступят в финале Евровидения 23 мая. В десятку финалистов из первого полуфинала вошли Албания, Армения, Россия, Румыния, Венгрия, Греция, Эстония, Грузия, Сербия и Бельгия. Такова информация на этот час. Звоните и делитесь своими новостями по телефону горячей линии. До встречи в 13.30. Всего доброго.